Доброе утро, дорогие друзья! Продолжается коктейль Молотова, развлекательно-познавательное шоу на телеканале РБК. Мы готовы представить вам нашего сегодняшнего гостя, удивительного человека. И по нескольким обстоятельствам удивительного. Мало того, что он лучший воспитатель детского сада в России, так он еще и физик по образованию. Евгений Пепеляев, наш сегодняшний утренний гость. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Как вы просыпаетесь по утрам, просто совет. Явно вы в садик приходите. Рано приходите. И надо быть еще и бодрым, и терпеливым. Какого-то особенного секрета нет. Единственное, что у меня стоит три будильника. Разве это не секрет? Это уже три будильника. Я имею в виду на телефоне. У меня три времени. Первое, я открываю глаза, потом перевожу на пять минут еще. Еще раз. Да, на пять минут. И только с третьего, ну или с четвертого раза я встаю с кровати. А сколько нужно быть на работе? В семь ведь уже все. У нас же детский сад начинает работать с восьми. Поэтому мне необходимо быть на работе без пятнадцати восемь. Чтобы успеть переодеться позавтракать? Чтобы успеть действительно переодеться, чтобы успеть подготовить все для рабочего дня, чтобы успеть проветрить такие манипуляции. В голову. И это тоже. Хорошо, расскажите. Я думаю, всех интересует, всегда вам задают первый же вопрос. Почему с образованием физика вы, как вообще вы смогли стать воспитателем? Я думаю, даже не зная о том, что вы по образованию физик, вообще в нашей стране мужчина, воспитатель детского сада, это очень большая редкость. Несмотря на то, что есть там прекрасные примеры, но там, правда, Леонов заведующего детским садом играл. Да, действительно, это некоторая редкость у нас в России. Но я не считаю, что стоит делать на этом, в принципе, акцент, потому что воспитатель, в первую очередь, это профессионал своей деятельности, и важно обращать именно на профессиональные качества в первую очередь. Стал я воспитателем в 2013 году с января, и я работаю в детском саду. А к этому шуму, да, как вообще появилось такое желание? Откуда? В конце 2012 года я был в поиске себя, и та работа, которая у меня была, администратор интернет-магазина, она себя исчерпала. И мне хотелось что-то делать важное, значимое, и поэтому я обратил внимание на работу с детьми. А физика? Ушла куда-то, стороной прошла? Да, оказалось, что это не совсем то, что мне бы хотелось сделать в жизни. И вы шли мимо, буквально, детского сада, номер 233, который сегодня, педагогам, хорошо, кстати, известен под названием «Школа рыцарей и принцесс». Ну, почти так. Я зашел на сайт 59.ru в раздел «Вакансии» и обнаружил специалист по работе с детьми. Однако по той вакансии я не позвонил, не обратился, но рассказал об этом своему знакомому, и он меня как раз-таки и познакомил с руководителем детского сада, в котором я и работаю. Так, и как? То есть человек без образования, пришел в садик? С началом работы я сразу прошел курсы переподготовки профессиональной, и, соответственно, возможность... А где проходят такие курсы? Их достаточно много. Это была организация... так, Центр современных образовательных практик. А, ну, то есть вы за свой счет прошли, или как-то это муниципально делается? Организация помогает... от организации. Слушайте, Евгений, расскажите все-таки о конкурсе профессионального мастерства. Я знаю о аналогичных мероприятиях для педагогов, но почему-то... Вы имеете в виду учителей? Да, да. Ну, смотрите, например, у нас в городе Икрае проходит учитель года, и в его рамках есть номинация «Педагог дошкольного образования». А вот уже на российском уровне учитель года отдельно, а воспитатель года отдельно. Вам о каком именно рассказать? А с самого начала. Поступательно. Вы ведь, получается, победили в региональных соревнованиях, если говорить тут спортивным языком, используя эту терминологию, а только потом взлетели на уровень Российской Федерации. Да, в 2018 году я участвовал в городском этапе конкурса, учитель года в своей номинации, и стал победителем. У нас были испытания, совместная деятельность с детьми, причем детьми незнакомыми. Был детский сад площадков, который проходил, и задача была продемонстрировать свои навыки и умения с детьми, с которыми я незнаком. Мастер-класс, методический семинар, после этого был проект, и потом круглый стол вместе с представителями номинации учителя. По итогам был объявлен победителем, ну, был объявлен победитель, и мне повезло им стать. В том же году я участвовал в краевом конкурсе, но, к сожалению, хотя на самом деле я думаю, что к счастью, потому что именно благодаря тому, что у меня был еще год, я тогда не стал в 2018 году победителем, стал в числе лауреата. За этот год было много всего интересного, знакомств, размышлений и так далее. Ну, а дает это какой-то толчок в плане действительно знакомства или перспектив, может, кто-то кого-то вас хотели переманить куда-то в другой садик, там приходил хэдхантер из другого садика, там подзывал к забору, типа пойдем или как? Это дает множество разных возможностей. Во-первых, это возможность своего собственного профессионального и личностного роста. То есть участие в конкурсе – это все равно определенный стресс, с которым необходимо научиться справляться. Это раз. Во-вторых, подготовка… Я прошу прощения, вам, каждый день, общающемуся со спиногрызами… Как вы по-доброму, Аня? Ну, так… Я говорю, как вы по-доброму. Стрессы, я боюсь спросить, могут быть на конкурсе, когда у вас 25 стрессов бегает каждый раз. Ну, тут все равно по-разному. Когда общаешься с детьми – это одно, а когда ты делаешь это с ними и под внимательным наблюдением членов жюри, которые тебя оценивают, потом задают вопросы, почему ты поступил именно так, а не иначе, все равно это определенный стресс. Так или иначе. Возвращаясь, да, я перебил вас к линии основной. Да, возможности – это и при подготовке, ты открываешь себе какие-то новые таланты, ты учишься работать, взаимодействуя с детьми просто по-другому. После конкурсов я прихожу, когда я с детьми, я понимаю, что у меня есть новые идеи для каких-то проектов, для мероприятий. А какие конкретно? Вот что подчеркнули вы, например, на уровне краевого конкурса, а потом взяли и внедрили в свою педагогическую практику? На уровне краевом – это, во-первых, знакомство с теми людьми, которые там были. Это сейчас мы общаемся, это мы делимся опытом, идеями, приглашаем к себе, ездим сами по краю. Выиграв региональный этап, вы попали на всероссийский конкурс профессиональный. Из чего он состоял, где проходил, кто были участники, много ли мужчин, в конце концов? Заключительный этап всероссийского конкурса, он состоял из нескольких этапов, нескольких частей. Во-первых, это заочный этап, когда к концу сентября необходимо было отправить документы. Это заявка, дальше видеовизитка, педагогическое нахождение. Презентация? Да. Это любой мог отправить? Или только победитель именно регионального? Только победитель регионального этапа мог участвовать дальше. Далее это педагогическая нахождка, видеовизитка, и необходимо было свою страничку на сайте образовательной организации, то есть свой собственный сайт подготовить. Вот эти три вещи отправляли на заочный этап, и потом уже в ноябре с 16 по 20 проходил конкурс в Московской области. А видеовизитка, это вы сами на телефон снимали, или надо было операторов нанимать, чтобы там красиво как-то все монтаж? Здесь ограничений никаких нет, но нам хотелось это сделать достойно, поэтому у нас действительно был оператор, мы выезжали в загород, в деревню Бым, чтобы снять все необходимое. Сколько людей принимало участие в финальном этапе? Из каждого региона по одному воспитателю-победителю? Предполагалось, что да, но, к сожалению, были не из всех регионов, было 79 регионов. 79, это приличное количество участников. А много ли там было мужчин? Было в этом году трое. Я воспитатель, был еще музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. Я предлагаю сейчас прерваться, а после поговорить о том, что же надо было там делать, какие были именно конкурсы, буквально через несколько секунд. Ну и несколько советов, наверное, молодым родителям, как им общаться со своими воспитателями. Мне вот как молодому отцу очень интересно. Не переключайтесь. Лучший воспитатель России. Евгений Пепеляев сегодня у нас в гостях, в прямом эфире на телеканале РБК, в утреннем шоу «Коктейль Молотова». Мы продолжаем. Слушайте, может быть, поделитесь некоторыми советами с нашими молодыми родителями. У вас опыт, у вас, говорю, муравейник, настоящие детей, а их всех нужно собрать, например, на прогулку дневную. Я иногда не знаю, как с одним-то справиться. Мы его в четыре руки одеваем с женой. Ну, мне кажется, какого-то особого секрета здесь нет, потому что в садике все равно есть определенный режим дня, и дети к нему привыкают. Когда необходимо идти на прогулку, ну да, действительно, здесь очень много нюансов. Это, во-первых, необходимо, чтобы каждый из них, ну, я, извиняюсь, ходил в туалет, прежде чем идти на прогулку. Во-вторых, чем ближе к зиме, тем больше одежды у детей, и нужно проследить, чтобы каждый из них оделся правильно. И свою одежду оделся. Совершенно верно. То есть бывали у нас случаи, когда ребенок идет одеваться, а у него обувь где-то испарилась. Оказалось, что просто похожие сапоги надел кто-то другой. И в самом начале для меня это было очень трудно понять, вспомнить у кого где что как, и проследить, чтобы каждый одет был правильно. Ну, все это приходит с опытом, то есть запоминаешь что как и... Либо, да, пусть идет. Нормально женских. Вернутся же все после прогулки. Ну, и там уже родители. К сожалению, такой я так не могу сделать. К сожалению. Правильно, почти. Да, хорошо. Ну, здесь, мне кажется, какого-то действительно секрета нет. Главное, это опыт, внимание. А как концентрировать внимание? Так, дети? Есть разные варианты. Можно действительно обратить на себя внимание. Можно сменить интонацию голоса. Ребята, смотрите! То есть это все очень хорошо работает с детьми. Подождите, а что? Ребята, смотрите! Он надел женские! Или как? Ты тролль! И ты бы в детском саду вот так же бы себя вел. Разные варианты. Можно, например, сказать, так, ребят, сегодня кто быстрее одевается? Вы или я? Итак, я побежал. Да, я иду одеваться. Ребята тоже спешат одеться быстрее меня. Ну, и, например, одевание в несколько этапов. Сначала надеваем все, кроме курток и шапок, чтобы всех дождаться, чтобы не вспотели. А потом только куртки и шапки, и берем обувь, строимся. Сколько в вашей группе детей? 25. Они разновозрастные, да? Это принцип необычного детского сада, в котором вы работаете. Да, программа Монте-Сори. Все верно. А то, что от 3 до 6 не влияет, ну, 6-летним уже вряд ли интересно с 3-летними? Или как? Они все равно разбиваются по группам или играют между собой? Тут разные варианты могут быть. Как вы сказали, дедовщины нет. Наоборот, те, кто старше, они помогают. Не так давно был просто свидетелем потрясающего момента, когда ребенок, выпускник, уже помогал малышу 4-х лет найти игрушку. Он его просто взял за руку, говорит, Вова, сейчас мы с тобой походим, поищем твоего солдатика по группе. Ты не переживай, все будет хорошо. И вот такие моменты. Я вижу, что разный возраст, это очень здорово. А Монте-Сори, это ведь известная достаточно... Да. По крайней мере, если я там малоизвестная система подготовки, которая пришла к нам из Италии. В чем ее суть? Если коротко, то суть ее в нескольких вещах. Это особенности. Это разновозрастность среды. Далее разновозрастность группы. Подготовленная среда, в которой ребенок сам может выбирать то, что ему интересно, и заниматься с тем или иным материалом. Круто. Ну, это же очень сильно влияет, в плане, что когда ребенок приходит в школу, он очень много знает. Правильно? Даже больше, чем нужно. Ну, вообще, у детей современных достаточно много источников информации. И даже если бы он... Даже дети, которые... Все дети дошкольного возраста, они очень любознательны. Поэтому и у родителей сейчас есть возможность им в этом помогать. Поэтому все дети дошкольного возраста знают очень много. Подчас даже больше взрослых. А нет такой проблемы, что когда ребенок приходит в школу, он все это знает, и ему становится неинтересно. Соответственно, дальше он перестает. А когда приходит время уже что-то новое узнавать, он уже как-то отучился это делать? Я думаю, что нет. Потому что, во-первых, когда ребенок приходит в школу, то у него еще и стоит задача социализации. Для него это новый коллектив, новые условия, учебная деятельность. И то, что он много знает, возможно, это ему даже помогает. Он может сконцентрироваться на другом. А скажите, как ваши близкие отреагировали, что вы после физического... Все родственники начали детей привозить. Жень, ты сегодня свободен? Мне надо там на маникюр съездить. Сестры, братья, дальние родственники сплавляют вам? Такого не было. Мои друзья и родственники достаточно спокойно это восприняли. Мои родители меня в целом поддержали. Сказали, что ты человек взрослый, это твой выбор. Поэтому делай, как считаешь нужным. Шуточек не было? Никаких от всех? Шуточек? Обидненьких? Обидненьких нет. Это если и были, то это достаточно такие позитивные. Если вернуться к конкурсу, чего-то дали, кроме грамоты? Кроме грамоты, почетной грамоты от Министерства просвещения. Вручили хрустальную жемчужину. Это то, что вручают каждому победителю на протяжении уже 10 лет. Также это разные подписки на образовательные ресурсы. Коробку огромную конструктора Лего, которую я принес в группу. А также от профсоюза сертификат на отдых в размере 100 тысяч. Ну, это хоть что-то по России. Нет, в этом году обычно это было на поездку в Болгарию. А нынче я могу сам выбрать, куда отправиться. И вы еще не сделали этот выбор? Я думаю, что это будет Япония. О! Кстати, их образовательные практики, японские, корейские, они далеки немножко от европейских, но они заслуживают внимания детей. Там с детского сада учат различать до 50 оттенков черного. Каллиграфия там развита. Об этом там, да, с этим все очень здорово. Ваше профессиональное устремление на ближайшее будущее. Есть какой-то горизонт планирования? На ближайшее будущее? Это, ну, так как мне посчастливилось стать победителем конкурса, то это быть примером, это делиться опытом. А международные соревнования, кстати, есть? Лучший воспитатель планет. Я таких не слышал. Надо загуглить. Наверняка есть. Наверняка. Может, уже пора готовиться с нами. Да, действительно. Обретать иностранные языки. Ну, и в завершении нашего разговора, может, все-таки какой-нибудь совет родителям? Все брожат за своих детей. И много предубеждений в отношении садика, педагогов. Я думаю, что в первую очередь, ну, как я считаю, что в первую очередь самое важное – это выстраивать отношения. Очень многое зависит от конкретного ребенка, конкретного педагога, конкретного родителя и руководителя. И мне кажется, важно в первую очередь ориентироваться на это. То есть, главное… Найти контакт. Совершенно верно. Это, между прочим, дорогие друзья, совет от лучшего воспитателя нашей страны. Прислушайтесь к нему, молодые родители. Сейчас, наверное, собирают детей своих в детские сады, в школы. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что в нашем городе рядом с нами живет такой замечательный человек. Мы поздравляем вас с победой. Спасибо. И очень надеемся, ведь можно участвовать еще раз в таких конкурсах, будучи единожды победителем? Ну, я по условиям конкурса только через три года. Ну, все, мы ищем международный. И будем за вас болеть. Спасибо большое. С победой. Очень рады, что вы нашли время прийти к нам в студию, поделиться с нами и с нашими телезрителями такими интересными историями. Спасибо, что пригласили.